Приветствую всех! Кто-нибудь знает, почему типичный плосковер – это лжец и трус в 90% случаев? Как не наткнусь на очередного проповедника «Блина под куполом», так его лживое трусливое нутро тут же становится видно невыраженным взглядом. Вот и в очередной раз я наткнулся на одного из подобных персонажей. Многие знают его. Его канал называется «Знание Хэ». Не знаю, как у него обстоит дело со знаниями, возможно там действительно все обстоит очень даже Хэ, но ради краснеть он умеет неплохо. Давайте посмотрим, чем же отличился этот конспиролог. Для начала объясню для тех, кто не в курсе. Кроме прочих проблем и нестыковок плоской земли, есть вот такая. Называется она «Гора Рейнир» и тень от этой горы, которая падает на облака. Вот и появилось на канале нашего героя забавное видео, где он пытается доказать, что даже на плоской земле возможно такое явление. Можете не искать это видео на его канале. После того, как его поймали на лжи, он удалил его, оставив только всякий второсортный конспирологический мусор. Но Ютуб все помнит и он сохранил мои комментарии к этому видео. Не исключено, если и у вас сохранились ваши комментарии, если кто-то из вас оставлял их под тем видео. Но не будем отвлекаться, вернемся к этому позже. Мир не без добрых людей и видео удалось сохранить. И несколько эпизодов из него я вам покажу. Полностью видео, насколько удалось сохранить, я выложу на файлообменник. Итак, как заверяет автор, он сделал модель в игровом движке, где у него есть плоская земля, гора, облака и солнце. Ну что же, давайте перейдем в 3D-движок и смоделируем данную ситуацию на плоской земле. Вот собственно сама сцена. Все точно так же, как на фотографиях. Тень от вулкана обрасывается на облака. Давайте посмотрим, что у нас в сцене. Солнце, земля, наблюдатель, который видит все со статичными камерами. И облака, да. Вот над ними можно подняться. Специально я облака разместил, физически, как плоскость. Для нашей цели этого достаточно, чтобы понять, как распространяется свет. И плоская поверхность земли. Вертит он ее под разными углами, показывает доверчивому зрителю. Вот смотрите, говорит, солнце, тень. И все так ладно у него складывается прямо как на фото. Ну ладно, в этом случае, когда гора чуть выше облаков, действительно тень может так падать. Но ведь есть еще и такие фото, когда облака заметно выше горы. И в его модельке тоже вроде все прекрасно работает. И получается, что это возможно даже без волшебной рефракции и загибания лучей непонятно куда и непонятно по какой причине. Знание Хэт, ты же такую подставу плоской земле делаешь. Многие из ваших пали в неравной битве за рефракцию линзирования. А ты все их заслуги обнулил получается. Но вернемся к нашему видео. Наш герой воспроизводит и такую ситуацию, когда облака выше горы. Вот, говорит, смотрите, тень. Потом несет лютый бред о том, как же такая тень возможна. Что касается подсвечивания облаков снизу, что это? Это все иллюзия. Макушка, точнее вершина вулкана, не достает до облаков. Давайте рассмотрим этот вариант. Тогда мы видим, что тень, отбрасываемая на облака, она уже идет не от самой вершины, а между вершиной и тенью уже есть разрыв. Чем вызвана такая ситуация? А все очень просто. Не обязательно, чтобы тень отбрасывалась на объект вверх, нужно подсвечивать его снизу. Это абсолютно не обязательно. И попадает она только по одной причине. Потому что тень от объекта больше в масштабах, чем сам объект. И если лучи от солнца приходят в положение близкому к параллельному к поверхности земли, то такая тень от огромной горы, точнее верхняя часть этой тени, может легко зацепить облака и вызвать вот такое вот явление. В этом нет ничего необычного. ЧЕГО? Это очень редкое явление и на определенной высоте тень просто исчезнет. Нужна достаточная близость облаков к вершине вулкана, иначе тень просто не попадет на облака. Видите, как быстро она исчезает? Тень от горы может отбрасываться и в случае с плоской землей, когда солнце находится выше горы, выше облаков. Поэтому данная ситуация возможна и на плоской земле. Слов много, но как говорится, лучше один раз увидеть. Только увидеть это автор как раз нам не дает. Точнее не показывает, где же в этот момент у него в модели солнце. Смотрите внимательно. Тень от горы может отбрасываться и в случае с плоской землей, когда солнце находится выше горы, выше облаков. Поэтому данная ситуация возможна и на плоской земле. Заметили, что кадр меняется перед тем, как он поднимает камеру над облаками? Тут даже тень другая и примыкает непосредственно к горе. После смены кадра он все-таки поднимает камеру, но там, как и уже все догадались, гора торчит над облаками. Но ведь это мы уже видели, так не пойдет. Покажи нам, где солнце, когда облака выше горы. Ну уже, подними камеру над облаками в этом кадре. Покажи нам солнце. Где источник света? Не показывает его автор. А все потому, что источник света у него находится ниже горы. Только в таком случае будет такая тень от горы на облаках. Кому интересно, попросите у автора канала поделиться этой моделью, чтобы каждый из вас мог лично ее проверить. Думаю, что модель вы от него теперь точно не получите, поэтому я сделал свою и с удовольствием ей с вами поделюсь. Ссылки будут в описании к этому видео. Первый случай, когда облака ниже горы. Тут что на плоской, что на шарообразной земле, все более-менее похоже. А теперь посмотрим, что будет, если потянуть облака чуть выше горы. На шаре ожидаемо все прекрасно работает, когда солнце опускается ниже горы. А вот на плоскости, как видите, ничего не получается. Солнце, как ни крути, все время выше облаков. И тени от горы на облаках, ну никак не может быть. Я даже повторил вот этот момент. Смотрите. Поднимаю облака, и тень отрывается от горы. Угадайте, где источник света? Правильно, он ниже горы. Уважаемые знания Хэ, зачем же вы людям голову морочите? Ведь продвигать плоскую земельку можно и другими способами, когда не будет возможности поймать вас за руку на такой очевидной лжи. Зачем так палиться-то? Не знаю, будет ли какая-то реакция со стороны автора этого канала, но, как говорится, единожды солгавший, кто тебе поверит? Думаю, дискредитировать вот таких лжецов – это самый действенный метод борьбы с ними. Зрителям этого канала и другим сторонникам плоской земли хочу задать вопрос. Нравится ли вам, что вам так нагло и открыто скармливают ложь? Ну и, возвращаясь к теме наглой лжи, многие заметили этот косяк в его видео. Часть комментариев автор, естественно, удалил. Возможно, кого-то, как и меня, забанил. Но самое интересное, как я уже сказал, знания Хэ удалил это видео с канала. Автор, что же ты такой трус? А? Вы все такие, что ли? Почему ни один из вас никогда не признается, что соврал? Проще забанить всех, кто указал тебе на твою ложь, да? Да в общем-то, черт с ним, с этим каналом. Думаю, выводы вы уже сделали. Просто взгляните еще раз на эти фото. Я спрашивал плосковеров, как же это можно объяснить на плоской земле? Но никто так и не смог ответить. Такие только версии я не видел. То свет солнца отражается от земли, то вообще все эти фото фейк. Может кто-то в комментариях правдоподобную версию озвучит. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. У плосковеров пока нет ответа на этот вопрос. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.